Мы уже рассказывали о призёре краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в 2019 году. Одном из трёх руководителей ТОСов Славянского района, которые были награждены губернатором Кубани за плодотворную работу. В продолжение этой важной темы смотрите наш репортаж о Наталье Зазуле, победителе краевого конкурса. Наталья Зазуля не так давно работает в своей должности. Она успешно руководит пятым ТОСом в станице Петровской чуть больше двух лет. Но за это время она уже успела освоить все тонкости этой непростой профессии. А самое главное, она смогла найти общий язык с жителями, хорошо узнала их нужды и постоянно, как говорится, держит руку на пульсе жизни. И станичники уверены, что с квартальной им просто очень повезло. Мне всё нравится. Она очень хорошая. Мы работали в отделении, в одном отделении работали. Я плохого ничего не могу сказать. Очень хороший человек. Добросовестный такой. Внимание и трудолюбие – вот два качества, которые отмечают многие, кто знает Наталью Зазулю. Она трудолюбивый человек, внимательная, заботливая, отзывчивая. В любое время позвони, она всегда придёт на помощь, на любые вопросы. Нету света к Наталье Ивановне, нету ещё чего-то там к Наталье Ивановне. И она всегда на любой вопрос ответит, поможет, посоветует. Практически все житейские вопросы можно решить, если удаётся объединить усилия заинтересованных служб и лиц. Всё решает. Обращается к ней и вежливо, и хорошо, и поэту, и кого-то иначе по журе, но не так же сильно. И у нас уже процветает, и где хорошо, всё нормально. И дороги позробили, и порядочек трёх наводим. Да, совсем не случайно, в числе лучших из лучших со сцены городского дома культуры было названо имя руководителя органа территориального общественного самоуправления номер 5 станицы Петровской Натальи Зазули, которая завоевала первое место в краевом конкурсе. Конечно, чувство гордости, чувство радости. Я же не только за себя радуюсь, за жителей моего ТОСа. Как бы общими усилиями мы эту премию заработали, общими усилиями. А она старается аккумулировать чаяния людей с тем, чтобы прояснить все актуальные проблемы и грамотно их устранить. Наталья смогла стать не только проводником народных инициатив, но и хорошим связующим звеном между жителями и представителями местных властей. Это связующее звено, потому что через нашу службу или нашу работу доносится до людей много информации. И люди в свое время задают такие иногда вопросы. Я, например, разрешаю звонить в любое время суток, если такой вопрос нерешаемый. Я всегда иду навстречу и стараюсь помочь жителям. Она считает, что ей повезло со станичниками, которые проживают на ее участке. Настолько это неравнодушные люди, которые стремятся жить комфортно, окружая себя красотой. Хочу сказать, жители очень активные, доброжелательные. Всегда поддержат, всегда помогут. У нас по Степной есть дома, которые заслуживают похвалы. Там настолько все красиво, благоустроено. И я думаю, многие любуются и стараются делать точно так же красиво, чтобы было. Наталья Зазуля всегда находится в тесном контакте с администрацией поселения. И там высоко ценят специалиста, который за два года сумел завоевать настоящий авторитет у жителей. Достигнуты высокие, конечно, показатели в работе. Работа у нее нелегкая. Это работа с людьми в основном. Поэтому требует определенных навыков. Ну, конечно, в этом ей помогла предыдущая работа. Раньше она работала в зал Приазовское. Поэтому людей она знает, с людьми работать умеет. Она хозяйка на своей территории, общительная, уважаемая людьми. Поэтому у нее все дела спорятся. Наталье, как и всем с ее участка, очень хочется видеть родную станицу Петровскую, современной, красивой и процветающей. И, скорее всего, так все и будет. Потому что за дело здесь всегда берутся настоящие мастера. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова